Здравствуйте! В эфире программа «История башкирских родов» у микрофона Руслан Валиев и Салават Хамедолин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижере». Здравствуйте, Салават! Здравствуйте! Я напоминаю, что в нашей программе мы говорим об истории башкирских родов и племен. О каком роде мы будем говорить сегодня? Затронем историю двух небольших родов башкирских – Упей и Сызги. На какой территории они проживают? С северо-восточной части исторической Башкирии. Но историческая Башкирия, как мы знаем, это понятие более широкое, чем граница республики Башкортостан. Основная часть Упейцев и Сызгинцев, она проживает на территории соседней Свердловской области. Несколько деревень Сызгинцев еще остались на территории Челябинской области. Это родственные племена? Или они просто территориально близкие? Нет, они просто территориальные, они абсолютно не родственные. Ну, что значит не родственные? Они как бы и те, и те башкиры, но просто у них этногенез проходил по-разному, и поэтому, так скажем, они составляли отдельные два, так сказать, подразделения властных. Каков этногенез названия этих племен? История названия и этногенез во многом неясна, высказывались там различные точки зрения. Ну, давайте вот по порядку взять племя Сызги. Сейчас у нас, сколько там деревень-то осталось? Деревня Сызги на территории Краснофинского района, Табанлы-Куль, Озерки там, и еще, значит, одна деревня, забыл, как называется. Их немного, этих деревень осталось. Ну, что касается названий Сызги, то Кузеев и другие возводили там каким-то самодейским названием Сызги, лодка какая-то. В общем, насколько это верно, мы не знаем, поскольку всегда пытаются, значит, дать какую-то этимологию, какое-то значение племенному названию. Как правило, в большинстве случаев вообще неверно. В данном отношении нам помогают данные геногеографии и этногенетики, когда стали проверять, то есть тестировать Сызгинцев. Генетика показала, что у них преобладает восточный классер N1C и именно вот те гаплогруппы, которые присутствуют, так скажем, у венгров. В общем-то, изначально уже в советской этнографии, конкретно в работах Кузеева, говорилось о том, что они, скорее всего, имеют отношение к угоровскому компоненту. Вот на генезе Башкир связывали их вот как раз с Магнахунгарией, Венгрией, которая здесь на Южном Урале, как предполагает ученая, существовала. Давайте напомним слушателям, какой период мы сейчас рассматриваем. Это Магнахунгария, это Венгрия, это эпоха раннего Средневековья, то есть, предположительно, она период там V до VIII-IX веков на территории Южного Урала. Вот конкретно локализация, опять же, это очень такая большая проблема историческая. Как она вообще, эта проблема возникла? Дело в том, что толчок этой теории башкиру-венгерского родства дала западноевропейской историографии. Венгры, когда обосновались на территории Центральной Европы в Паннуне, ну, они помнили, что они пришли откуда-то там с Урала, из-за реки Итиль, то есть, из-за Волги, из-за Волжи. Они начали где-то с XII века сюда отправлять различные экспедиции. В основном, это были венгерские монахи, сначала Юлян, венгерский монах католический. Найти задача была про родину венгров, это первая задача, и вторая задача Папа Римский давал обратить этих венгров, найденных там где-то на Урале в католичество. Начиная с Юлиана, начинается вот такая цепь этих экспедиций венгров. Юлиан нашел своих венгров, ну, правда, он не называет их башкирами. Я, говорит, нашел Хунгария-майор, то есть старшую Венгрию, а та, что в Венгрии, которая в Европе, это Хунгария-минор, младшая в Венгрии. Я нашел здесь Хунгарий-майор, и говорят они совершенно на венгерском языке, ну, значит, являются полностью язычниками там и так далее, и так далее, очень воинственные. 14 лет вели войну с монголами и одерживали над ними победы, а потом монгольский хан якобы заключил с ними договор, союз, и они вместе там пошли дальше завоевывать и завоевали Булгарию там и другие страны. Вот он что оставил. Но он не написал, как они себя называют. Нигде у него нет упоминания. Мы не знаем, кого именно он имел в виду. Именно, вот именно. Мы не понимаем, кого он имел в виду. Но потом вот этот мостик соответствия между вот этой Великой Венгрией и Башкирией проложили уже другие монахи, по-моему, они францисканцы были. Сначала Плана Карпини, посол Папы Римского ко двору великих ханов, потом, значит, Гильон де Рыбрук, который был одновременно, значит, и послом Папы и французского короля. И вот они когда проезжали, а в Башкирии они не были, они ехали, значит, к Сарай-Бату, это низу и Волги, из Европы, потом и Сарай-Бату, дальше также по степям Казахстана и в Монголии и так далее. Ну и вот они написали, а там находится Великая Венгрия, уже Магна-Хунгария, в отличие от Хунгария-майор, как писал Юлиан. Они ввели этот термин Магна-Хунгария, который и есть в современной Баскарде, страна Баскард, и все. Вот с этого момента началась вот эта теория башкировенгерского родства. Вот они поставили уравнение между этими, и теперь начали раскапывать, потом начали вспоминать там другие, поднимать источники. Допустим, автора X века Константина Багринародного Византийского, который, перечисляя состав Венгерской Орды, назвал несколько венгерских племен, которые по созвучию близки к ряду башкирских племен. Там Гермата был какой-то, а у нас здесь племя Юрматы и так далее, и так далее. Вот так эта теория родилась. Поэтому мы можем говорить очень предположительно, что Магна-Хунгария или Великая Венгрия где-то находилась на Южном Урале. Какие-то элементы, этнические компоненты имеют общие корни, что у венгров, что у башкир. Но вот эта теория уже, которую господствовал до революции в XIX веке, о том, что башкиры это и есть, матюречные и исламизированные мадьеры, она уже, конечно, она не работает, поскольку современные данные показывают, в общем-то, очень сложный состав башкирского народа, ну и там венгерский, мадьярский компонент, конечно же, есть, он очень невелик. Давайте сейчас я еще про Упей скажу, поскольку до этого я про ССГИ говорил, а Упейцы это, в общем-то, нечто другое совсем. Что такое Упей? Тоже название, значит, непонятное. А где Упейцы живут у нас? На территории Мечтлинского района, республики Башкорстан, там деревни Ишалина, Такина, Теляшево. А часть осталась на территории Свердловской области. И вот опять, представляете, одно племя, половина племени себя причисляет к башкирам, то есть они раньше все были башкиры, но так как те, которые остались на территории Свердловской области, у них там был введен татарский язык обучения, сейчас многие себя, значит, отражают с татарами. А вот Упейцы, которые остались на территории Башкирии, естественно, они как башкиры ходят, что делают как бы с людьми национальной границей, в общем. А хотя изначально, значит, и те, и те, понятное дело, что, допустим, по документам средневековым, там, 18-19 веков, это башкиры. А в какой период произошло это разделение? В СССР создалась башкирская СССР, границы прочертили и так далее. Система образования Татарстана, она же имела экстратриальный характер, то есть в отличие у нас системы образования внутри республики. А поскольку татарный народ во многом диаспорный, значит, они раскиданы по всей России, и у них, соответственно, система такая же была образование, которое распространялось по территории всей России. А что касается названия Упеи, то есть такая точка зрения, что название реки Уфа происходит от этого племя. Или наоборот, сами Упейцы носят название. Гидроним всегда уже древнее каких-то, значит, этических названий. Это одна из популярных теорий или, скажем, менее популярных? Нет, эта теория очень популярна, она озвучивается и в академической литературе. Одно можно сказать, вот есть же, наверное, встречали название Уфалей. К реке Уфея вряд ли какое-то имеет отношение. Другое название у Упейцев Упейле. И как раз считается, что название Уфалей происходит от названия племени Упей. Даже вот в 1725 году Башкири приехал с разведывательной целью бургомистра Кунгурский. И вот он там пишет, вот я приехал в Уфейскую волость, Уфалейскую волость. Есть вот довольно-таки основательное подозрение, что вот эти названия Уфалей именно, и, возможно, даже название Уфа, речки, только непонятно. Может быть, сами они взяли от этого, понимаете? Так или иначе, это как-то между собой связано. Что касается там более поздней истории, племена, они такие были не очень-то многочисленные. Известно там, что, допустим, во время восстания 1774-11 годов, написано, значит, деревья Сызги, вот только опять непонятно, какая Сызги. Ведь Сызгинцы живут на территории Красноуфимского района, а другая часть в Челябинской области. Скорее всего, вот именно вот эта Сызги на территории Красноуфимского района, она была ставкой повстанческого войска, которая вторглась в Кунгурский уезд и собиралась Кунгуру атаковать в Сызках. А башкирская сила стоит в Сызгах, 6 тысяч человек. У всех огненное оружие, пищали и турки есть. Турки — это восточный пистолет. А панцирников человек у них с 300, а начально у них башкиритин с Айю реки Аммаед. Товарищи его с теми башкирцами воевать на Кунгуру ездили и так далее, и так далее. В деревне Сызги упоминается восточников, как вот такая одна из таких баз повстанцев. Ну, что еще можно сказать? Вот в прошлой программе, когда мы рассказывали про соседние с упейцами и с изгинцами рода Турсо, которая в деревне есть у Фаши Гири, родом оттуда я забыл сказать, герой Афганистана Хамид Мугинович Нафигов, их считается такой иконой, так скажем. Ну, что еще можно сказать об этом? Есть, может, у вас вопрос какой-то? Может быть, в период, когда создавалась Башкирия, какой-то след оставили эти племена? Трудно сказать, честно говоря. Вот я знаю, что один из деятелей Башкирского национального движения, Фатих Тухватулин, из Красноуфимска, не был родом, но почему-то в учредительное собрание выдвигался. К сожалению, у нас многие такие деятели, биографии их не исследованы. Там везде указывается, что его место происхождения деревья Чубуклы, это Заинский район современного Татарстана. Но почему он выдвигался в учредительное собрание в конце 1917 года, почему от Красноуфимска, от Красноуфимских башкир, тоже как бы загадка, это тоже нужно исследовать. Вот в Википедии пишут, что деревня Сызги, о которой мы говорим сегодня, довольно крупная, 502 человека проживало в 2010 году. Вы говорите, что при этом сызгинцы на двух территориях живут, несмежных, на территории Свердловской области и Челябинской области еще. В Челябинской области там не то ли одна или две деревни осталось, честно говоря, хотя и там то же самое. А упейцы, они получаются немного восточнее, вот в районе нынешнего верхнего уфалей Челябинской области. Да, и часть живет в Мечетлинском районе республики Башкортостан. Что касается упейцев, допустим, если мы говорим о сызгинцев, как вот от предполагаемых угрых горского происхождения, возможно, хотя это еще надо исследовать, но это упейцы, они однозначно не угры, это какое-то племя южного происхождения, даже, можно сказать, серо-кавказского происхождения. Изначально там то, что было найдено, вот у них наши генетики у меня написали, кого тестировали. Представитель рода упей из сел Большего Стекинская, Такины и Теляшево, Мечетлинского района республики Башкортостан. И вот у большинства упейцев обнаружилось, что они принадлежат гаплогруппе G2A. Гаплогруппа, вот как пишут наши генетики, с большой частотой встречается на Северном Кавказе, где достигает наивысших высот у осетин до 70%, у абазин до 12%. На Кавказе также встречается у черкесов, ну и небольшие доли имеют у ингушей, там, чеченцев и аварцев. Ну, в основном, в общем, осетин. Соответственно, кто такие осетины? А как такое могло произойти? То есть, кто куда пришел? Смотрите, кто такие осетины? До прихода массовой тюркской миграции с Востока все вот эти просторы населяли как раз Сармат-Аланы. Соответственно, кто эти упейцы? Это Сармат-Аланы. То есть, не обязательно, что они пришли, предки упейцев, с Кавказа вот сюда. Это наоборот. Они были, но потом разделились, получается. Да, просто разделились. Они, может быть, никуда не выходили. Как раз это, может быть, какие-то южноуральские сарматы, имеющие современными осетинами общий генетический корень, которые потом разделились, одни остались где-то там на Кавказе, другие там на Южный Урал ушли. И значительная доля, если не больше половины как раз башкирского народа вот генетически восходит именно к Сармат-Аланам. Там разные гаплогруппы. R1-A есть, R1-B, есть G1, G2 и так далее. Но, тем не менее, это все вот то дотюркское население автохтонное, которое проживало здесь на территории Восточной Европы, которое обычно относится к этой стихии Сармат-Аландской, Скифской и так далее. А есть какая-то информация по нашим племенам ССГИ и ИЛИУПЕЙ по поводу того, как они участвовали в процессе присоединения Башкирии к России? К сожалению, нет. Почему я это к сожалению говорю? Потому что мы не знаем, что они собой представляли, допустим, как раз в тот период, да, там, в 16-м, начале 17-го века. Вернее, насколько они были значительным племенем. Смотрите, там вот какие происходили политические события, пертурбации всякие. Во-первых, второе, самое главное. Их же мало не потому, что их там изначально было мало. Где вот они проживают? Начиная с 16-го, Строгановы, начинается колонизация края, потом горнозаводская колонизация. Строгановым, допустим, Башкиры сольют. Судились там чуть ли не 200 лет, представляете, за земли, где сейчас стоит город Екатеринбург. Уктурский завод, который потом отсудили у Башкиров, он стоит на башкирской земле Солютской области. А здесь то же самое, вот в этом уголке, правда, это по одну сторону Урала, по другую, шли очень сильные земельные споры. И вот эти земли в результате вот этой колонизации, сначала Строгановской, потом горнозаводской, Созгинс и Упийцы просто потеряли. То есть они могли ассимироваться с другими племенами? Нет, вот они теряли земли, потеряв землю, не могли платить Исаак. Что им оставалось делать? Они приходили припущенниками к башкирам других властей, к многоземельным, понимаете, да? Либо ассимилировались, либо, значит, переходили в разряд сословий Тептерей, понимаете, да? Вот таким образом, и, соответственно, многие власти вот таким образом под напором вот этой колонизации, они просто исчезли. Вот за Урале много таких властей, кстати. Скажите, Соловат, а есть какие-то свидетельства о том, как они жили во времена Пугачевского восстания? Пугачевское восстание, оно же вот, как мы знаем, охватило поголовно почти весь башкирский народ. Даже это можно судить по количеству старшин. Более 200 башкирских старшин было как раз в 50-е годы, 18-е века. Вот из них человек 20 только не участвовал в восстании. Пушкин же недаром сказал, с удивлением, когда исследовал историю Пугачевщину и написал историю Пугачева с недоумением, что башкира, оказывается, возмутили сами же, значит, их старшины. Обычно полагается, что Черник восстает, а, так сказать, знать пытается усмирить Черник. А тут, наоборот, произошло. Когда восстание началось, мы знаем, что Соловат Юлаев собрал войска, и в конце 1773 года пошел брать Красноуфимск. И как раз вот все войско, которое у него было, пополнилось башкирами северо-восточных родов, в том числе с изгинцев и упейцев. В январе 1774 года вошел без боя в Красноуфимск, установил казачье правление, оставил своих командиров, атаманов назначил, и, пополнив войско местными казаками, мешарами, и двинулся в сторону Кунгура. Осадил Кунгур, где соединился с армией, с отрядами гайнинских башкир, которые как раз тоже проживают в Бардымском районе Пермского края. Осада была всякая. Ну, а что касается конкретно Сызгинцев, вот у них был тоже предводитель из Сызгинцев Челябинской области, Куйбак Джайлявов. Деревня сейчас, кстати, есть в Курганской области Куйбакова. Это в честь него? Да, один еще Сызгинский выселок оказался даже на территории Курганской области. Историк Таймасов пишет, «Тобольские башкиры во главе с Куйбаком Джайлявовым совместно с казаками и крестьянами сибирских слобод вели наступление на крепость Курган». Тоже там была попытка взять нынешний город Курган. Повторюсь, восстание охватило весь практически башкирский народ. И Сызгинцы, и Упейцы, они пополнили отряды Салават Юлаев. В результате этой крестьянской войны какие-то последствия особые были для них или все-таки в рамках всего народа? Последствия там были очень значительные. Пугачевщина, я считаю, что одна из веских причин, вот горнозаводская колонизация Урала... Привела к восстанию, в том числе, к участию активному? Вот, допустим, собственно, Салават Юлаев, его мотив, мне прекрасно понятен. На его земле вот был Симский завод построен, сейчас город Сим, да? Незаконным путем эту огромную территорию оттяпали у Кудейской волости, заводчики Твердышев и Мясников основали, вот этот Симский, там другой, там Юризанский и так далее, и так далее. Основали эти заводы, город Сим, Юризань, Ускотав. И восстание было направлено во многом против горнозаводской колонизации. А что такое в то время заводы? Это же не как вот сейчас мы представляем. Понятно, это не маленькая гражданная территория. Это крепость, каждый завод это крепость. Особенно вот Ускотавский он такую мощную крепость с бастионами и с пушками представлял. Взять один какой-то завод, это было дело довольно-таки нелегким. Последствия были таковы, что по окончании восстания правительство отказалось от дальнейшей колонизации горнозаводской. Все, и после этого, по крайней мере, на территорию Башкирии, там на Среднем Урале, может быть, она что-то там дальше еще и происходила, но на территорию Башкирии все, больше заводов не строилось. Фактически вся эта горная промышленность была разрушена, и потом она просто доживала свой век, в общем, херела и херела. Сенатский указ 13 июля 1776 года о запрещении строительства новых заводов на территории Башкирии. По территории этой что имелось в виду тогда? Фимская провинция и Есетская провинция, две провинции. Понятно. Челябинские историки даже, да чего дописались, я там долго смеялся, цитирую. Правительство Екатерины Второй, договорившись с башкирским предводителем, пошло на прямое уничтожение мятежных заводов руками Башкир и отказался от строительства новых заводов. Серьезные историки пишут, Челябинские, Свистунов, Меньшинин, Самигулов. Получается, больше никогда эти заводы новые не строились или просто на какое-то время процесс остановился? Нет, все там, горный завод на территории Башкирии просто отказались от строительства. А на территории соседних современных областей? Ну, там, может быть, что-то, может быть, строилось. Но пик горнозаводского строительства, он пришелся на что? Конец 17 века, до середины 18 века там шло активное строительство. Потом произошло техническое отставание, не очень разбираясь. Там они какие-то были старые печи, а там в Европе уже там пошли. Эта технология уже была неактуальна? Она была неактуальна. Было проще бросить их, чтобы они сами потихоньку уничтожались, катились к полному банкротству, чем модернизировать их. А где сейчас на территории Башкирии есть, ну, условные остатки строений вот этих вот этого периода? Да полно там, полно. Все вот эти развалины заводов можно везде встретить. Вот в том же Зилаире, если вы приедете, там, этот старый Преображенский завод, развалины этих цехов, там все стоит. На Среднем Урале тоже самое, Демидовский завод остался. В Белорецком районе, скорее всего. В Белорецком, наверное, тоже есть. Специально этим просто не занимался. Тогда еще один вопрос. По этим племенам это современность. Есть какие-то представители, которых мы знаем? Ну, или там 20-й век. Из рода Упеи поэты Рашид Ахтарей, такой был известный из деревни Ишалина. Документы некоторые остались по Сызгинской волосе, по Упейской. Вот, допустим, известный Челобитный Сызгинской волосе, 1698 год. Государю Петру Алексеевичу бьют челон с Сибирской дороги, Сызгинской волосе. Башкирица Аликейка Бекбаев просят защитить свою вотчиную землю. То есть отсюда мы видим, что они, во-первых, вотчинники и землю защитят. А от кого защитить? Всякие русские люди в той их вотчине, их вотчину и землю пашут, и всякие налоги и обиды чинят. Это имеется в виду уфимские служилые люди, которые приезжали, в общем-то, и вступались, как они говорят, в их волости. Почему так они реагировали? Потому что им с этого надо было платить. Ясак, все зверье побьют, какие-то, значит, браконьеры, с чего они будут платить? Понятно. Это тоже, как бы, одна из причин того, что происходило утеря земель и переход в Тептярское сословие. Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня разбирали племена Сызги и Упей. В гостях у нас был Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации Шажере. Спасибо. Спасибо, до свидания.